Вот бинокль, который я приношу в суд, надеваю вот так на голову. Она рисует плохих парней, разноцветными мелками препарирует преступников, анатомирует процесс. Почти полвека на самых громких судебных делах розчерк ее карандаша. Марк Чепмен, убийца Джона Леннона, Вуди Аллен, Марта Стюарт, Эль Чаба, Стив Беннон, Дональд Трамп. Харви Вайнштейн, Билл Косби, Эпштейн, Гислайн, Максвелл. Я просто всех и не вспомню. 43 года, как всех назвать. Джейн Розенберг – самая именитая в США скетч-репортер. Ее рисунки – главные документы из залов заседаний, где нельзя использовать фото и телекамеры. Здесь несколько скетчей Виктора Бута. И есть еще. Я помню его голубые глаза. У него были очень голубые глаза и красивые волосы. После университета она подрабатывала портретами туристов, воссоздавала Рембрандта Эвермеера на Пятой Авеню за чаевые. Однажды увидела интервью женщины, которая делала скетчи в суде, и поняла – ее место рядом с присяжными. Это было время, когда к суду привлекли проституток. 1980 год. С тех пор вся ее жизнь на колесах. На колесах этой тележки, в которой тяжелая сумка со всем необходимым, мелкие ручки и прочий инвентарь. Еще я надеваю в суде напальчники, потому что мои пальцы сохнут, когда я копаюсь в коробке с пастелью. Кожа становится сухой, и пальцы трескаются. Ей нелегко из-за маленького роста, чтобы обзор в судебном зале был получше, приноровилась носить с собой бруски из полипропилена. Если я сяду немного выше, я смогу лучше видеть. Компьютерные мониторы загораживают лица. У них компьютер прямо вот так перед свидетелями. Походный комплект всегда на готове. По первому звонку Джейн едет в суд. Нередко за пределами Нью-Йорка, как во время процесса над Джухаром Царнаевым, приговоренного за теракт во время бостонского марафона, к смертной казни. Я сидела здесь. В конце никак не могла видеть его лицо. Я была прямо за ним. Но с общей камеры перед заседанием был этот вид спереди. Всего на несколько минут. Они показывали много кровавых кадров, много окровавленных, оторванных частей тела. Это была танцовщица, потерявшая ногу. Как ее звали? Арлин Хаслетт. Она посмотрела на него, когда сошла со свидетельской трибуны. Но он не поднял головы. Самодельные бомбы, компоненты взрывчатки. Здесь про скороварку, как они делали бомбу. Оригинал скетча разорванного рюкзака сейчас в библиотеке Конгресса. В библиотеке Американского Конгресса, в музее телевидения и радио, в музее Конституции, в частных коллекциях. Ее скетчи везде. И собственная квартира на Манхэттене давно превратилась в филиал судебных архивов. Джин Кэррол и Трамп здесь. Хочешь увидеть Трампа? Образ Дональда Трампа в творчестве Джейн Розенберг на особом месте. Она буквально судебный летописец бывшего американского президента в деле о сексуальных домогательствах писательницы Джин Кэррол. Это Токопина, адвокат Трампа, дает показания. Ее подруга, которой она позвонила. Это первый раз показания в суде. Именно ее скетч украсил журнал «Нью-Йоркер» после того, как Трампа признали виновным в сексуальных домогательствах Джин Кэррол и обязали выплатить 5 миллионов долларов. Впервые за свою долгую историю «Нью-Йоркер» вынес на обложку зарисовку из зала суда. Люди говорят, что я сделала его сердитым. Должна сказать, когда до начала суда были допущены фотографы, он еще не выглядел таким сердитым. Но по мере того, как шло заседание, он косился на прокурора и становился раздражительнее. Когда вы работаете в суде, ваше собственное мнение важно или вы должны сохранять нейтральность? Все время нейтрально. Я просто смотрю, что делают люди. Смеются ли они, плачут ли, выглядят ли злыми или счастливыми. Я должна делать то, что вижу. На каждый набросок считанные минуты. Нередко приходится рисовать по памяти, когда много свидетелей и вещественных доказательств. По словам Джейн Розенберг, лица мужчин даются легче, чем женские. Я работаю в импрессионистской манере, потому что я должна быть осторожнее женщинами. Я бы скорее предпочла нарисовать бородатого старика с густыми бровями. Что делать с тысячами скетчей, что скопились дома, Джейн пока не решила. Говорит, успела привязаться к своим отрицательным героям. Саму ее в присяжные так никогда и не выбрали. Признается, и не смогла бы находиться в суде в ином качестве, не рисуя. Без блокнота приходится просто сидеть и крутить пальцами, а это скучновато. Нина Вишнева, Владимир Бадиков, Наталья Латухина. Голос Америки. Нью-Йорк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова